Итак, сегодня мы готовим свекольник. Основной ингредиент у нас свекла. Плюс то, что прилагается к свекле. Подручные какие-то средства, ингредиенты. Итак, картофель у нас уже сварился. Нет необходимости переваривать это блюдо, потому что все ингредиенты уже приготовлены. То есть они у нас тушились в собственном соку до того, как мы добавили картофель и воду. Значит, вот что у нас получилось. Да, это вот наш свекольничек. Значит, мы сюда добавили зеленый салатный лист и зеленый лук. Последние ингредиенты, которые у нас вошли в это блюдо. Да. Все, картофель сварился. И мы можем, да, мы можем выключать уже наше блюдо. Да. Значит, мы уже все посолили. Значит, мы накрываем крышкой все это, да, и выключаем. Да, выключаем. Все. То есть свекольник готов. Теперь мы даем ему какое-то время настояться, да, ну, буквально 15-20 минут, 30 максимум, да, настояться. Вот, и после этого, да, можем разливать уже его по пиалам, по тарелочкам. То есть наливать уже в ту посуду, да, в которой вы обычно, да, кушаете ваш обед. Вот, кушаете, да, ваш обед. Вот. Итак, ну, время обеда еще не пришло, да, вот, поэтому я оставляю наш суп в этой кастрюльке, да, настаиваться до того момента, да, как наступит время обеда. Вот. Вот, поэтому на этом, да, я заканчиваю сегодня свой ролик, да, свой выпуск. Вот, как бы сегодня мы с вами готовили свекольник, да, основной ингредиент с использованием салатного листа. То есть я вам показала, да, как еще можно использовать салатный лист в пищу. Вот, один из способов, да. Итак, всем я желаю приятного аппетита, хорошего дня и хорошего рожая.